Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Быкова. Сегодня тема нашего разговора – это лечение солнечного ожога в домашних условиях. Из предыдущих видео про воздействие солнца на нас вы узнали о положительном воздействии солнца на наш организм и фотофакты и доказательства того, как чрезмерное увеличение загара может состарить вас лет на 20. Ссылки будут под видео. Из этого видео вы узнаете, что делать, если все-таки вы обгорели на солнце. Чем можно помочь вашей коже? Подпишитесь сразу на канал, чтобы не пропустить и другие полезные видео. Солнечные ожоги могут быть разной степени – от легких, сопровождающихся покраснением кожи, до тяжелых ожогов, вследствие которых на эпидермисе образовываются волдыри и пузыри. Во втором случае рекомендуется сразу же обратиться в лечебное учреждение. В первом случае можно попробовать самостоятельно избавиться от последствий солнечного ожога при помощи народных средств. Когда у вас обгорело лицо на солнце, то первое, что рекомендуется сделать, это понизить высокую температуру, опустив лицо в холодную воду. Это значительно уменьшит возможные повреждения кожи. Запомните, при тяжелом солнечном ожоге никогда не смазывайте кожный покров маслянистыми веществами, растительные масла, вазелин и т.д. Это может еще больше повысить жар, а также привести к инфицированию кожи путем размножения бактерий на ее пораженных участках. Небольшое количество вазелина можно использовать только при легком обгорании эпидермиса и тоже на стадии заживления. Холодное молоко – самый простой и быстрый способ лечения солнечных ожогов. Еще одно преимущество этого продукта в том, что он практически всегда доступен. Холодное молоко создает охлаждающий эффект, а молочные протеины формируют защитный слой, позволяющий ускорить заживление обожженных участков кожи. Все, что вам нужно сделать – это налить холодное молоко в неглубокую миску, намочить марлю или тряпочку и приложить компресс к пораженным участкам кожи. Если необходимо, повторите процедуру несколько раз. Если в ходе процесса молоко нагреется, охладите его и продолжайте прикладывать компресс к коже. Самыми распространенными народными средствами в случае, если вы обгорели, является сметана, сыворотка и кефир. Причем для более сухого типа кожи желательно использовать сметану, для более жирной кожи рекомендуется сыворотка и кефир. Просто смазывайте одним из перечисленных продуктов лицо и тело. После солнечного ожога лица коже противопоказано стягивание, иначе это доставит ей еще большие болезненные ощущения. Поэтому, как только почувствуете, что нанесенная сметана или кефир начинает подсыхать, сразу же снимайте ее влажным тампоном и наносите новый свежий слой. Для большего результата сметану, сыворотку или кефир нужно перед использованием охладить в морозильной камере. Йогурт. Довольно хорошим средством в лечении солнечных ожогов зарекомендовал себя йогурт. Этот кисломолочный продукт поможет устранить жжение и покраснение кожи. Благодаря йогурту процесс регенерации обожженных участков заметно ускорится. Достаточно одного стакана холодного натурального йогурта, чтобы обработать все обожженные зоны на теле. После нанесения йогурта на кожу следует немного посидеть, а затем смыть остатки прохладной водой. При необходимости процедуру следует повторить. Не менее эффективным средством от солнечного ожога лица является сырой и холодный яичный белок, который помогает снять жар и устранить боль. Использовать его рекомендуется в том случае, если ваш кожный покров более склонен к жирному типу. Способ применения белка аналогичен методу со сметаной. Просто смазывайте им сгоревшие участки кожи и снимайте ватным тампоном, смоченным в холодной воде, как только он начнет подсыхать. Кукурузный крахмал и питьевая сода весьма действенные натуральные средства, которые отлично речат солнечные ожоги. У вас наверняка найдутся эти продукты. Оба компонента хорошо снимают боль и устраняют покраснение кожи. Добавьте в кукурузный крахмал или питьевую соду такое количество холодной воды, чтобы получилась консистенция пасты. Затем смажьте обожженные участки. Дайте пасте подействовать в течение некоторого времени, после чего смойте прохладной водой. Когда на солнце обгорело лицо, это всегда сопровождается неприятными и болезненными ощущениями. Успокоить такую кожу поможет обычная овсянка или овсяная мука. Залейте горст слегка измельченных хлопьев небольшим количеством холодной воды, чтобы образовалась кашица, которую наложите на лицо. Как только овсяная маска начнет подсыхать, снимайте ее прохладным и влажным ватным спонжем и наносите следующий слой. Что еще может облегчить страдания в тех ситуациях, когда сгорело лицо на солнце, так это замороженный творог. Заморозьте его в морозилке до твердого состояния, затем заверните в кусочек марли и прикладывайте к пораженным участкам кожного покрова. Овсяная ванна. Заполните хлопчатобумажный носок двумя стаканами сырых овсяных хлопьев. Завяжите узел в верхней части носка и опустите носок в ванну с прохладной водой. Подержите носок с овсянкой несколько минут в воде, прежде чем залезать в ванну. Во время принятия ванны не забывайте иногда осторожно сдавливать носок с овсянкой для того, чтобы вода в ванной могла приобрести полезные свойства. Картофель. Этот овощ прекрасно снимает боль и уменьшает зуд и жжение. Прикладывая пасту из картофеля к пораженным участкам кожи, можно предотвратить дальнейшее воспаление и уменьшить боль. Лучше всего натереть свежий картофель на терке или измельчить при помощи блендера и прикладывать полученную пасту к коже. Также можно выжать из картофеля сок, пропитать им кусок марли и приложить к пораженным участкам кожи. И самый простой способ из всех – просто нарезать картофель ломтиками и положить на обожженную кожу. Еще одно народное средство, которое применяют в лечении легкой стадии солнечного ожога лица – это огурец. Просто наложите на поврежденную кожу кружочки свежего огурца или огуречную кашицу. Желательно, чтобы овощи были холодными. Поэтому перед использованием поместите их на некоторое время в очень холодную воду или в морозильник. Уксус. Лечение солнечных ожогов народными средствами возможно и с помощью уксуса. Те, кто пробовал этот метод борьбы с солнечными ожогами, утверждают, что нефильтрованный яблочный уксус является с самым лучшим методом избавления от солнечных ожогов. Особенно эффективно действует уксус после принятия прохладного душа. Возьмите небольшую бутылку с пульверизатором, налейте туда чистый уксус и распыляйте на поврежденный участок так часто, как это необходимо. Можно также смочить уксусом ватный тампон и приложить к обожженным местам на коже. Мята и зеленый чай. Мята – это естественное охлаждающее средство, поэтому это растение издавна используется для лечения солнечных ожогов. Зеленый чай, в свою очередь, содержит ряд определенных веществ, которые помогают ликвидировать боль и ускорить процесс заживления поврежденных участков кожи. Таким образом, сочетание мяты и зеленого чая представляет собой чудодейственный эликсир для мгновенного заживления обожженных участков. Вскипятите воду, бросьте несколько чайных пакетиков с зеленым чаем и добавьте пару чашек свежих листьев мяты. Настаивайте около часа, после чего процедите жидкость и дайте ей остыть. Когда смесь полностью охладится, смочите тряпочку или ватные диски в жидкости и прикладывайте к обожженным участкам кожи. Что еще можно посоветовать для того, чтобы уменьшить жар и боль в случаях, когда обгорело лицо на солнце, так это выпить жаропонижающие и обезболивающие таблетки, например, панадол. И запомните, если ваша кожа от природы очень светлая и чаще обгорает, чем загорает, старайтесь загорать только в безопасные часы суток. Это с 8 часов утра и максимум до 11 часов дня и потом уже только после 16 часов. Всегда используйте солнцезащитные средства и не подставляйте под солнце лицо. Но, конечно же, лучше беречь свою кожу и свое тело и не обгорать. С вами была Светлана Быкова. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления о выходе новых видео.